Деятельность организации объективно содействует упрочению идентичности при Черноморье, созданию институциональных условий для продвижения общерегиональной экономической повестки дня. В декларации саммита по случаю 25-летия ЧЕС в мае 2017 года мы зафиксировали новые амбициозные цели на обозримую перспективу. Рассчитываем на достижение практических результатов. Один из российских приоритетов – расширение внутрирегиональной торговли, качественное улучшение ее структуры. В этой области есть хорошие заделы. Имею в виду два взаимодополняющих документа, предложенные России рамочной основой сотрудничества по созданию единого окна и турецкую региональную стратегию упрощения торговли. С их принятием мы явно затянули. Не все страны пока еще дали согласие. Надеюсь, что вопрос решится в самое ближайшее время. Хотел бы обратить внимание и на необходимость интенсификации работы над двумя ключевыми проектами организации в области транспорта, имея в виду скоординированное развитие кольцевой автомагистрали вокруг Черного моря и морских магистралей в регионе ЧЕС. Осуществление этих проектов будет способствовать росту внутрирегиональной торговли, притоку инвестиций в туристическую и транспортную отрасли. К сожалению, на встрече министров транспорта наших стран 25 октября здесь, в Баку, итоговый документ не был принят вследствие необоснованных возражений одной единственной делегации. Российская сторона по-прежнему открыта к обсуждению рациональных идей по реформированию ЧЕС. Готова рассмотреть предложения по созданию, с учетом опыта других международных структур, собственной пенсионной системы ЧЕС, которая охватывала бы всех сотрудников секретариата, а не только технических персоналов. Рассчитываем на дальнейшее оживление деятельности делового совета, получивший серьезный импульс во время турецкого председательства. Со своей стороны делегировали в Совет представителей авторитетной ассоциации российского бизнеса «Деловой России». Роль частного сектора в межгосударственном сотрудничестве повсеместно возрастает. Его активизация в ЧЕС укрепит региональный диалог, расширит базу поддержки организации. Приветствуем решение прошлого заседания СМИ о включении предпринимателей в состав делегаций на заседания рабочих групп. Представители «Деловой России» намерены подключиться к деятельности рабочих групп по малым и средним предприятиям, туризму, информационно-коммуникационным технологиям. Россия последовательно продвигает концепцию интеграции-интеграций. Форматы регионального сотрудничества не должны обоссабливаться. Необходимо формирование общего гармонизированного экономического пространства, основанного на сопряжении потенциалов различных объединений. ЧЕС имеет хороший опыт партнерства с другими многосторонними структурами. Напомню, что раньше в организации были налажены продуктивные контакты с евразийским экономическим сообществом. На смену ему создан Евразийский экономический союз, который стал важным фактором интеграционных процессов в регионе. Думаю, что заключение между ЧЕС и Евразес меморандума о взаимопонимании пошло бы на пользу обеим организациям. Требует к себе внимания и тема приграничного сотрудничества на уровне отдельных регионов. Кстати, на Балтике и в целом на севере Европы такое взаимодействие уже успешно осуществляется. То же самое можно было бы сделать и в Причерноморье под эгидой ЧЕС. Мы поддерживаем развитие сотрудничества ООН с нашей организацией. Принятая 26 ноября резолюция 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН придает дополнительный импульс сопряжению усилий ООН и ЧЕС в целях поддержки экономического роста и интеграционных процессов в Черноморском регионе. К сожалению, второй год подряд не удается возобновить практику проведения на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН неформальных заседаний СМИТ-ЧЕС. Как вы знаете, по инициативе России в рамках ЧЕС создан механизм развития проектного сотрудничества. Мы внесли в его бюджет взнос в размере 1 миллион долларов. Рассчитываем, что нашему примеру последуют и другие страны. Два проекта уже реализованы. Один по линии Черноморского банка торговли и развития, другой в сотрудничестве с Европейской экономической комиссией ООН. Еще по четырем проектам принято положительное решение. Поступают и новые заявки. Будем и далее продвигать инициативы в таких интересных для наших граждан областях, как, например, повышение энергоэффективности зданий, популяризация и брендирование оригинальных блюд и продуктов черноморской кухни. Я признателен генеральному секретарю за обеспечение прозрачности работы механизма развития проектного сотрудничества. Рассчитываем, что на последующих этапах за счет его средств можно будет финансировать и совместные проекты с Европейским Союзом. Разумеется, такие проекты, их содержание должны определяться самими прибрежными государствами. Уважаемые коллеги, за четверть века своего существования ЧЕС состоялась как востребованная региональная площадка. Ее дальнейший успех будет зависеть от того, насколько прагматично мы сможем выстраивать наше взаимодействие. К сожалению, в последнее время ситуация в Черноморском регионе деградировала. Важно эту тенденцию обратить вспять и работать над тем, чтобы превратить при Черноморье в зону мира, стабильности и процветания. Мы убеждены, организация не должна быть ареной для политических баталий, тем более для сведения счетов. У ЧЕС есть четко определенный экономический профиль и его статус необходимо уважать. В этом залог способности ЧЕС содействовать развитию интеграционных связей. Хотел бы в заключении пожелать успехов Болгарии, принимающей эстафету председательства. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Сергей Викторович. Спасибо.